Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 35 главе Исхода. В 35 главе начинается рассказ о сооружении Скинии и всего, что потребно для культа. Такие достаточно трудные для чтения главы, но вот все-таки некоторые важные вещи здесь обращают на себя внимание. Во-первых, для того, чтобы построить Скинию и разнообразные принадлежности, атрибуты культа религиозного, требуется много всего. И, по-видимому, это было достаточно сложной, масштабной, ответственной задачей. И участники этого, кстати говоря, считали это большим своим успехом, достижением, то, что удалось эти материалы каким-то образом собрать. Поэтому рассказ об этом достаточно подробный. Вот Моисей собирает все общество сынов Израилевых и говорит, вот что заповедал Господь Бог делать. Только что речь шла о том, что он записал десятисловия, слова Завета. Нет, из всего Завета одно только. Шесть дней делаете дела, а седьмой день да будет у вас святым. Суббота покоя, не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день в субботы. Почему вдруг не зажигайте огня, не очень понятно. Тем не менее, вот это повеление не делать никакой работы в течение шести дней. Получается, что такое впечатление, что автор берет десять заповедей и пытается изложить их в одну фразу. И этой фразой оказывается выражение «шесть дней делаете дела, а день седьмой должен быть у вас святыней». Очень неожиданно для современного читателя. А дальше Моисей говорит всему обществу сынов Израилевых. Вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу. То есть это считается заповедью, это считается тем, что необходимо исполнить перед лицом Божьим, потому что Бог повелел создать одно, другое, третье, много чего для этой скинии собрания, и для этого нужно, чтобы все приносили каждый по своему усердию. То есть это все у них, вероятно, есть. Ну, потому что в пустыне где же ты это все возьмешь? И здесь самые разные вещи, и шерсть разного цвета, и золото, и дерево, и серебро, и медь, и кожи, и камни драгоценные, чего только нет. И всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Здесь, таким образом, все общество сынов Израилевых призывается к тому, чтобы прийти и сделать. И дается список самых разных вещей. Это и скиния, и покров, и ограды двора, и ковчег, и стол, и хлебопредложения, и светильник. Множество вот таких вот вещей. И пошло все общество Израилева, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии. То есть это, еще раз повторим, не налог. Это не выглядит как некая обязанность, которую возложили на каждого, или распределили среди людей. Кого влекло к тому сердце, которых располагал дух. И по расположению сердца приносили кольца, серьги, а князья – драгоценные камни и так далее. Ну, традиционно, конечно, принято думать, что в большой очень степени сюда могло пойти золото, которое выпросили у египтян перед исходом. Так или иначе, происхождение всех этих даров не уточняется. И вот в заключительной части 35 главы снова повторяется свидетельство о том, что это Бог выбрал людей, которые будут делать художественную работу. которые, во-первых, могут, а во-вторых, вероятно, не станут поклоняться собственному творению. И все эти сложные, трудные и изысканные произведения не станут для израильтян соблазнами идолопоклонства. Как тот факт, что Бог повелел вот именно этим людям заняться, так сказать, художественной частью, важен, да, что Бог знает, как это все нужно устроить, ну, и то, что это вот не может быть предметом, не должно быть предметом для идолопоклонства. И говорится о том, что Господь исполнил сердца тех работников, веселила, и его сотрудников исполнил их мудростью, чтобы делать всякую работу.